Всем привет! Змеи я здесь, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Но как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать. До встречи. Всем привет-привет! Сегодняшний блог начинаю вечером. Потому что уже надоело, наверное, вам смотреть, как я убираю, с кем-то по гостей принимаю. Да, у меня сегодня в гостях была девочка Танечка, моя бизнес-партнер с двумя собачками. Малыш, помните, из моих предыдущих серий зимой? Его оставляли у нас, он жил у нас, был малыш в гостях со своей невестой. Невеста такая беленькая, а он черненький. Не знаю, какие щенята получатся, но вот они у меня были в гостях. Вместе с этим было большое количество времени, мы заработали с Таней. И я сегодня, значит, после того, как она ушла, занималась своими делами, ютубом. И сегодня я решила приготовить такую вкуснятину, которая называется сачка урма, которую вы часто видели из моих видео. В ресторанах мы вели, а я подумала, почему бы я не могу дома это сделать. Тем более вчера понедельник, аж как сделал закупки. Я тоже уже не снимала, разленилась. Он купил грибы. Много чего не покупал, потому что предыдущих осталось очень много. Он только докупил. Сейчас открою холодильник и вспомню, что докупил. Он очень много купил яблок. Вы представляете, вот этот плод мы не можем съесть. Вот яблок разного сорта. Три кило купил яблок. Вот сейчас принес он с магазина. Вот такой вот пудинка называется. Я же говорила, что я люблю газовую воду. Вот Мояшка им принес. Вот тут сузмел у нас так. Что у нас еще есть? Что же Ашкин вчера принес? Ну, сыр водитель. А, что он принес? Он взял вот такой перчик. Он капусту взял. Ну, эту он до этого купил. Он взял бармия, бармия. Вы помните бармия? Вот, когда я его открыть, а то она испортится. Бамия, бамия. Вот такая вот вкуснятина. Будем готовить вместе с вами. Ну, рецепт у меня уже есть. И вот грибы взял, виноград взял. И поэтому я решила сегодня приготовить. Так, еще Ашкин пошел в зал вот такой шампетки турецкие. Очень их обожаю. Особенно вот внизу миндаль находятся у них. Внутри взял вот такой вот хлебовший клаваш. Буду готовить из него разные вкусняшки. Потому что и такой взял для меня чавдар. Это ржавый. Чавдар. Я чавдар, чавдар, чавдар. Буду готовить и кушать, короче. Потому что мое авокадо уже созрело. Ой, оно уже мягкое. Я сделаю, буду это немножко подтверждать. А это взяла мандаринки вчера. Корольки, мандаринки. Вот сейчас принес. Я убираюсь, разбираюсь. Сейчас принес вот такой вот йогурт. Сосиски. Ну, в общем, пошел-пошел. Мой муж всего набрал. Даже уже не помню, что набрал. И сосиски набрал. Ну, неважно. Сейчас покажу, что я готовлю. Ну-ка, вот так. Так, уважаемые мои друзья, вот пришлось включить эту шумную, потому что телефон нагрелся и не включалась. Вот такая каурма. Что в ней есть? В ней есть эти. Я порезала куриное пиле вот такими вот полосочками красиво. Сначала обжарила лучок, сюда нарезала грибочки. Затем болгарский перец и водойками. Вот так вот все красиво. Бану-глорчик. Немного спустя я добавлю томатную пасту или перцовую. И... И-и-и-и... Чесночок. Такой будет у нас у них вкусный. Я сделаю салат. Вчерашний сут, он у меня был еще холодный, только вытащила из холодильника. Здесь, друзья мои, мерджиник и все овощи, кабак, помидоры, болгарский перец, приучаю Ашкыма к овощам. Ел очень вкусно вчера, просто не снимала видео. Мои хорошие, так вкусно получилось, что мы только посмотрите с Ашкымом, ничего не осталось. Я его пять раз спросила, очень вкусно, готовьте дома. Всем привет, друзья мои, посмотрите, какой у меня красивый букетик у нашего бизнес-партнера. Сегодня день рождения, и мы идем поздравлять ее. Нас еще не все собрались. Присоединяйтесь к нам в бизнес, и вы будете получать такие подарки. Какие цветы преподносят на день рождения в Турции? Вот такие букетики, друзья мои. Посмотрим. Каждый поближе. В основном Чичек Сепети, он во всем мире этот сервис работает, даже в Батумии, в Грузии. Вот такие вот делают красивые цветочки. Конечно, у нас в Грузии я видела и получше, но тут тоже уже они с каждым годом становятся профессионалами. Вот такой красивый букетик. Очень красивый, молодцы. Вот так мы отмечаем день рождения такими конфетками российскими, да? Российская, казахстанская. И турецкая вина. Поздравляем, Сарочка, с днем рождения. День рождения, здоровья, здоровья, здоровья. И больших чеков вместе с нами, с нашей дружной и успешной командой. Присоединяйтесь к нам. Не пожалеете. Это точно. Это точно. Такие деньги можно заработать с Евро только на платформе ГИГОС. Присоединяйтесь с мою команду, и у вас будут такие же денежки. Мои дорогие друзья, мы только пришли с Ашкилом домой. У меня был сегодня очень насыщенный день. С утра я была с Татьяной, моей подписчицей бизнес. Затем мы пошли поздравить Сарочку, косметолога-врача. День рождения не у меня, моя хорошая, а у нее. Посидели чуть-чуть на день рождения, поговорили. Прибежала домой, посидела дома. Быстро побежали опять, вышли, дела в банке были. И вот сейчас вот по дороге зашли в магазин. И кое-что купили, покажу вам. Вот взяли вот такое средство от жира, очень хорошее. Раз, это взяли для накипи, взяли такие сладости. Не знаю, захотелось нам сладости взяли с Ашкилом, разных-разных. Лимончики взяли 3 лиры килограмм. На улице взяли с Ашкилом, креветки, полкило, пятнадцать и шестнадцать лир. Попробуем запроженные. Вот такой вот захотелось мне суп, иногда хочется супчик в пакетиках. Взяли такие вот, сейчас я пожарю это. Потому что готовить уже сил нету, ничего. И взяли вот такие вот шницами куриные с начинкой сырой, по-моему. Так. Все показываю вам. Так, купили, значит, такой антисептик. Это я его ношу в сумочке для ручек моих. Обрабатывать мои ручки. Купили мою любимую кофе. Оно самое вкусное. Мне оно очень нравится. Купили вот такой вот перчик. Резанный, горький. Обожаю его. Я здесь. Ну, две пачки купили. Так, купили ванилит. Купили вот такой кофе. Светочки. Мы купили пакетики. Все это потратили. 117 литров, чек. 117 литров. Так, друзья мои. Сегодня, наконец-то, я купила сахарницу. Я уже ее отправила. Сегодня, наконец-то, я купила сахарницу. Когда покупали подарок для Сары в магазине посуды. Зашли, мне вот она очень понравилась. Я уже ее помыла. Посмотрите, какая красивая она. Такая оригинальная вообще. Не так ли? Чистенькая уже. Так что, вот такие покупочки мы сделали. Сейчас я буду готовить ужин, переоделась. Ну, если будет у меня силы, я поговорю с вами. У меня, кстати, есть одна очень интересная история. Сама подписчица просила, чтобы я ее вам рассказала и написала это в письме. Я ее вам прочитаю. Может быть, в этом, а может быть, в другом видео. Ждите, не переключайтесь. А если что, смотрите мои следующие видео.